Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня буду показывать, как заготовить свои семена. Те, кто выписывает у меня семена, должны знать, что это сортовые томаты. И на будущий год вы сможете извлечь из них семена и попробовать посеять свои семена. Свои семена всегда лучше магазинных. Я уже снимала видео 2, как я выбираю семена и как я их промываю. Но тогда у меня не было возможности показать весь процесс, потому что я только начинала. Сейчас я в одном видео быстро-быстро покажу вам все этапы заготовки семян. Потому что сейчас есть возможность показать уже свежие семена, которые, например, только вчера выбрала. Семена, которым один день, два дня, три дня, все процессы брожения и сушки. Начинаем. Берем спелую красную помидорку. Ну или томат, как мне говорят, что слова помидорка нет в русском языке. Но у меня такое слово есть. И поэтому я беру помидорку, самую-самую спелую. Желательно, чтобы она даже, ну как, треснула от спелости. Короче, я беру переспелую помидорку. Всегда оставляю ее до конца на кусту, на корню, чтобы она созрела в естественных условиях. Это главное условие. С нее получаются очень качественные семена. Не когда мы снимаем зеленый, и потом она дозаривается. Она может тоже взойти, но может и не взойти. Вот эти все семянки я выбираю маленькой ложечкой в стакан по сортам. Получается вот такой вот раствор. Там и сок, и семянки. Все они равномерно распределены. Это видно, что семена свежие. Вот эти я сидела вчера вечер до полночи, все их выбирала. Представьте, сколько надо томатиков распотрошить, чтобы вот столько семян получить. Это очень много. Вот они стоят день-два, пока не начнется брожение. Процесс брожения обязателен. Только в процессе брожения вот эта верхняя оболочка, которой покрыта семянка, вот как склизкая она такая, она разлагается, и семя будет чистенькое, лохматенькое. Вот так вот через два дня оно будет выглядеть. Вот так вот, когда постоит еще, оно будет отслаиваться. Вот здесь, смотрите, оно расслоилось, но еще нет процесса брожения. Он еще как такой ярко-красный, свежий раствор. Потом постепенно, вот идем старше-старше, начнется процесс брожения вот здесь. Уже видно, что пузырьки как-то там распирают его, вот этот верхний слой. Но еще нет отслойки. И нет вверху слоя плесени. Обязательно сверху должен появиться вот такой вот белый слой. Это значит, что идет брожение, что вот эта вот капсула, в которую заключено семечко, разлагается и начинает постепенно, видите, опадать. И вот, видите, шаг за шагом весь процесс. День, два дня, три дня, четыре дня, три-четыре дня и начинается отслойка. Нам нужно дождаться, когда все-все вот эти семечки, которые вверху, они опадут вниз. Вот видите, вот тут вот уже половина, половина вверху, половина внизу. Каждый день я подхожу, сейчас покажу, и ложечкой вот так помешиваю, чтобы помочь семечкам опасть. Иногда бывает им вот эта шелуха, там это красное мяско-то мешает опадать. Вот когда все, вот тут уже почти, видите, падают они вниз, они какие были вверху, им просто мешала вот эта мякоть. Вот если все семечки вот так опали, это вам сигнал. Нужно промывать и просушивать. Семена готовы, они созрели. Берем вот этот стакан, промываем семена, я через сито, вот у меня такое сито. Промываем очень тщательно, в трех-четырех водах, чтобы семечки были совершенно чистые, без всяких примечей. Выкладываем. Все, и распределяю. Теперь начнется процесс просушки. Просушка самый длительный процесс, потому что от просушки зависит срок хранения. Если вы хотите хранить семена несколько лет, вот как я храню по несколько лет, нужно сушить очень тщательно. На листик выкладываю. Беру любой лист под дом и на бумажках выкладываю. Через 2-3 дня оно вот так вот высохнет, но комочками. Тогда начинается, вот их нужно разделить друг от друга, чтобы они были по одной семечке. Они примерно потом вот так будут. Когда они станут отдельными, каждая семечка отдельно, сушим еще несколько дней. Потом нужно их распределить так, чтобы они лежали пореже. Я стараюсь сделать вообще в один слой, вот так вот. Чтобы каждая семечка со всех сторон просохла, чтобы оно могло храниться. Когда она посохнет на листике, перекладываю все в стаканчики. Вот все уже можно пересыпать. Оно здесь хорошее. Еще около недели у меня стоит оно вот в таком виде. Я их вот так вот потрясу, потрясу, поставлю. Нужно, чтобы была сыпучесть и чтобы как такой сухой, чтобы они как горошинки хрустили. Чтобы они были сухие. Когда они влажные, они вот такого стука не дают. Вот, все, они у меня стучат. Тогда я их уже раскладываю по пакетикам и обязательно подписываю. Процесс, конечно, это очень длительный. И если подходить к нему, ну как сказать вам, со всей ответственностью, то это очень долго. Вы сами понимаете. Надо подождать, когда перезреет помидорка. Потом ее вылучить. Потом несколько дней вот ходить, помешивать, следить. Потом мыть, сушить, пересушивать, упаковывать. Но это стоит того. В результате этого получаются такие классные, качественные семена. Вы все видели, какой у меня огород. При минимуме ухода. Вот зачем я это делаю? Я это делаю для того, чтобы на будущий год сильно не ухаживать, не хлистаться там в огороде. Если природой в семени заложено все, дайте ей только хорошую землю. И качественные семена будут расти сами. Вы видели, у меня они лежат на земле, валяются. Некоторые вообще по принципу посадил и забыл. Это можно достичь очень просто. Качественное семя и хорошая земля. Все. И 50% ухода отпадает. Некоторые участки в своем огороде я вообще не удобряю. Потому что сила семени здорового и плодородие земли, если добавлять немножко весной при посадке хорошей земли, там перегной, чернозем, то, что нужно растению. Можно снизить уход, уменьшить. Я вот в таком возрасте, что я не могу уже действительно там вот все это делать, все, что нужно. Если, например, я раньше покупала магазинное семя, да, все лето нужно его холить или леять, ухаживать. И еще не факт, что вырастет хороший урожай. Когда я перешла на свои семена, это земля и небо. Когда вы попробуете, вы почувствуете разницу. Вы не будете ходить никогда в магазин. Откажетесь от этих гибридов. Будете выращивать русские, сортовые, даже иногда забытые сорта семена. И все будет прекрасно. Все, вот это для новичков, для начинающих, кто ни разу еще не делал свои семена. Конечно, вы же не будете делать вот в таком объеме, как я. Две-три помидорки, любимого сорта, который вам понравится, все равно каждый сможет сделать. Но кто не хочет, не захочет делать, могут выписать у меня еще раз. Потому что я готовлю всегда очень тщательно, поэтому и длительный этот процесс. Потому что все нужно делать так, как нужно. Можно, конечно, ее просто выпотрошить помидорку на листик, высушить и посадить. Она взойдет. Но какой результат будет, какой урожай она даст, это уже вопрос второй. Там вы уже потом ничего с него требовать не сможете, потому что вы не потрудились, не сделали так, как ей хочется. Она должна все эти естественные этапы пройти. И созревание, и брожение, и просушки хорошей. Тогда у вас будет хорошее семя. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Кто хочет подробнее узнать описание сортов, заходите ко мне на страницу в Одноклассники. Набираете Ольга Чернова, город Дыск, Алтайский край. Там очень много, более полутысячи всяких видеороликов, статей, заметок. Есть каталог, можете посмотреть, какие томаты я выращиваю. Все томаты, которые я выращиваю, семена у меня есть в наличии. Смотрите, учитесь. Первый год выпишите, на следующий год, может быть, сделаете сами. До свидания. С вами была Ольга Чернова.